...заявление из британской администрации после беседы, первой беседы, премьер-министра Великобритании, Риша Сунака, который поговорил по телефону с Олопом Шольцем. Первая такая международная беседа состоялась после вступления в должность британского лидера. И в этом телефонном разговоре лидеры согласились с необходимостью сохранять санкционное давление на Россию, не ослаблять поддержку, которая оказывается Украине в заявлении, распространенном в Кампиаре Британскому премьер-министра, по итогам состоявшейся беседы лидеров Великобритании и ФРГ, еще раз подчеркну, ровно в то время, когда СМИ уже начали обсуждать и речь Владимира Путина, говорится, премьер-министры Кампиар согласились с необходимостью сохранить так и оказываемую Украине поддержку, так и давление, которое оказывается на Россию в последствии жестких санкций. Также лидеры выразили стремление укреплять сотрудничество между Соединенным Королевским и Евросоюзом, чтобы сообща отвечать на общие вызовы, включая Россию и вопрос международной энергетической безопасности. Конец цитаты. Спасибо, Редина Саотьянова, наш топкор в Европе. Редина Саотьянова, наш топкор в Европе. В Новгороде и Челябинске от минус одного до плюс одного без существенных осадков. В Омске от нуля до минус двух. В Ворманске от минус одного до плюс одного пойдет небольшой снег. В Калининграде днем воздух прогреется до 15 градусов. Там обещают небольшие дожди. Осадки выпадут в Самаре. Там от нуля до плюс двух. В Нижнем Новгороде вечером возможен небольшой дождь и до 5 градусов тепла. В Ростове-на-Дону от 9 до 11 со знаком плюс. Кратко-временные дожди. Дождливо будет и в Сочи. Там днем до 16 градусов. В Ялке от 13 до 15 без существенных осадков. Автомобиль. Автоводитель. Автоэксперт. Каждую субботу после 14 часов разбираем на детали и собираем в единое целое. Главные события мирового и отечественного автопрома. Вместе с главным редактором журнала «За рулем» Максимом Кадаковым на радио. Вести-ФМ. Если вести-ФМ вам недостаточно, есть еще вести-ФМ. Настройте яркость, увеличьте контрастность. Наши программы в новом видеоформате. Смотрите их в прямом эфире. Смотрите их в записи, в социальных сетях и на медиаплатформах. Ничего не останется за кадром. Канал «Первые о главном». Вести-ФМ. В ВК. В Яндекс.Зене. В Ру-Тюбе. Ведите, подписывайтесь, комментируйте. Чем горячее энергокризис, тем холоднее зима. Европа рискует вступить в отопительный сезон без газа. Цены на топливо бьют все рекорды. И то ли еще будет. Удастся ли договориться до холодов? Или это надолго? Насколько месяцев, лет, а главное зим? Хроники энергетического противостояния. Каждый день на радио. Вести-ФМ. 23 часа в Москве. Новости. Судья Павел Газанцев. Здравствуйте. Цель западной политики – уничтожение России или превращение ее в инструмент для реализации своих геополитических целей. Об этом Владимир Путин заявил, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». По словам президента, применить такой сценарий в отношении Москвы не получится. Путин подчеркнул, период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается. Предстоящее десятилетие станет самым важным после окончания Второй мировой войны. Развал Советского Союза, разрушенный равновесие геополитических сил. Запад почувствовал себя победителем и провозгласил однополярные минуты мира. Продолжение следует...